Если театр начинается с вешалки, то пожарно-спасательная операция с боевого стеллажа. Именно здесь находится вся необходимая форма для пожарных. И чтобы собраться у профессионалов, есть всего 20 секунд. Посмотрим, за сколько с этим справится журналист. Время пошло. У меня, как вы видите, на всё про всё ушло 40 секунд. И если на сбор пожарным даётся 20 секунд, то на выезд 45. Ну что, все готовы? Поехали. В команде с журналистами пожарные отрабатывают учебный вызов. Оказавшись на месте, быстро разворачиваем рукава и соединяем их с насосом. Рукава подсоединены. Это значит, что мы полностью готовы к тушению пожара. И прямо сейчас моя задача ликвидировать очаг возгорания. Эту роль сейчас играют фишки, которые мне нужно сбить из пожарного рукава. Как видите, эта задача тяжёлая, но выполнимая. Пока журналисты пробуют себя в роли пожарного, я испробую себя в журналистике. И я вам расскажу про коленчатый подъёмник, который поднимается на высоту 50 метров. И сейчас самоотверженно пожарный поднимется на высоту 17-этажного дома. Сейчас вы это увидите. Спасают не только на земле, но и в высоте. А уж там, поверьте, тележку крана от ветра прилично потряхивает. В таких условиях спасатели принимают пострадавших и проникают к очагу пожара через окно. Надо сказать, что здесь на высоте эмоции просто зашкаливают. И если для меня, журналисты, это большой стресс, то для настоящих профессионалов это обычный день. Вот скажите, часто у вас бывают такие высокие подъёмы? Нет, не часто. И слава богу, наверное. Слава богу. И пока там, на высоте, журналисты пытались быть пожарными, настоящие спасатели экстренно выехали на реальный вызов. Оказавшись на земле, мы не забыли сделать фото на память, но и поздравить профессионалов с наступающим Днём пожарной охраны. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова